Друзья, привет! Сегодня очень много посылок приехало, поэтому сейчас будет у нас очередная распаковка, только уже не маленькая распаковка, а такая глобальная. В одном отправлении приехал у меня значок, его особо сейчас нельзя светить, потому что куплен он под человека, и не все коллекционеры, в общем, любят показывать предметы, которые у них в коллекции. И, собственно, его я, наверное, не буду показывать, я его распакую отдельно. Ну вот, пять посылок, в четырех у нас получатся монеты и в одной значок. Так, значок я отложил, в общем, приступаем с самого, наверное, большого отправления. Да, так. Точнее, с самого полного. Отвыкли, от распаковки. Кстати, расскажу, я только что приехал с почты буквально, и у них предупреждение было, что если отправляете сейчас что-либо письмо, но это сходит за посылку, то есть это не печатные вложения, а именно посылка, то они прям сразу же на почте просвечивают это и никуда не отправляют. Так что, если вы отправляете что-то письмом на эту посылку, будьте уверены, они вам вернут. Вот, их за это ругают. Так. Тут у нас красивый. МС-64 рубль 21 года. Очень красивый, в штемпельном блеске все. Ну, МС-64, конечно, как бы безупречный. Далее у нас еще один рубль 21 года. Его, кстати, мне попросили отложить. Вот. Сейчас. Сейчас, секунду, секунду. Как же я не люблю распаковывать, когда очень сильно все скотчем склеено. Хотя кому-то, наверное, нутов прям очень нравится. Мне тоже раньше очень сильно нравилось. Так, ага, вот. Тут у нас еще, ну, рубль я пока что показывать не буду, а вот пятимарочник очень красивый. Кстати, то, что вы видите на, у себя на экранах, у меня, кстати, лежат першатки, но я почему-то их не видел. Ну, ладно. Угу. Ничего страшного. За поле монеты я не трогаю. Очень красивый пятимарочник. Он в продаже. Если вам интересно, вы можете мне написать, и я вам его отложу. Так, ну, рубль 21-го он для человека отложен. Так. Далее. Сегодня монет много, будет долгая распаковка, так что вы запаситесь терпением там или подкором просмотра этого видео. Так, что тут у нас еще приехал? Ага, вот доллары Моргана. Это у нас, они уже куплены. Человек их оплатил. Как раз я ждал их, чтобы ему собрать большое отправление. Так, и, наверное, тут тоже доллары Моргана. Так, ну, я их буду отправлять в капсулах. Потом можно из этой бумаги доставать. Вот, и такой. Два красивых доллара. Человек приобрел. Уже оплатил. Все, они уедут к нему. Так, далее. Что тут еще? Я, кстати, не очень помню, что тут еще должно приехать. Ага, все вспомнил. Халфы должны приехать. Вот они приехали. Один. Тоже. Ну, они все яркие. Я не буду сейчас детально очень сильно показывать. Раз. Халф. И тут должен быть еще один. Халф. И еще один. Да. Все правильно. И еще один. 61-й год. Тот 62-й, этот 61-й. В общем, они очень яркие. Я не буду сейчас там застрять на этом внимание. Чуть-чуть посмотрел. Да. Вот. Приехали халфы. Приехали доллары. Это все пока что мы выбираем. И открываем далее. Далее. Вот. Кстати, тут приехала инвестиционка. Современная. Сейчас я вам покажу. Это я где-то просто в чате инвесторов. Я видел, что человек хотел бы себе такие приобрести. Вот. Но в чат я закидывать, конечно же, какой-то там инвестиционный не буду. Да, вот у нас чат я закинул. Как только у нас стартанет торговая сессия новая в проекте 20. Сейчас я тут куда выкладываю в проекте 20 только самое интересное. Вот. Как только стартанет у нас новая торговая сессия, я туда выложу эти три монеты. Так, давайте я сейчас здесь быстренько достану. Раз, два и открываем. Просто это уберу. Сразу же бумагу. Вот. Одна. Получается. Сейчас, секунду. Вот у нас вторая. И вот у нас третья. Это у нас цветы из красной книги. Растения, растения, растения. Потому что вообще не цветы, а растения. Тут у нас одуванчик. Сетка-носка. И... Пиалка. Так, тут, если что, на монетах нет повреждений. Они повреждений на капсулах. Такие царапинки на капсулах есть. Поэтому... Поэтому... Вот. Капсула, я так понимаю, не открывались. Так, собственно, не буду на этом застрять внимание. Вот такие вот три монеты. Приехали. Будут они в продаже. Ну и сейчас, в принципе, продажи. Там, если вы посмотрели видео, и вам захотелось их приобрести, вы можете мне написать. Я продам. Так, как вот это мне теперь распаковать. Вплотную с запакованной. Тут я, если честно, не помню, что. Угу. Уже 7 минут у нас видео идет. Стараемся сделать не больше 10. Вот. Это я не помню, что. Поэтому надо открывать аккуратно очень. И вообще, собственно, все монеты надо аккуратно открывать. Потому что, не дай бог, задеть и все. Тут три монеты. А, кажется, я знаю, что это. Да, тут полтинник 22. Ой, да, полтинник 22 года. Который АГ, а не ПЛ. Вот. И пятимарочники. Ну, это вот материал, кстати. У меня, ну, я в основном стараюсь для инвесторов подбирать. А тут вот, получается, у нас будет для коллекционеров немножко. Ну, хотя один, вот Вильгельм пятимарочник, очень тоже такой красивый, неплохой. Сейчас. Вот. С остатками блеска даже. 1914 год. Ну, это просто, как бы, сам по себе пятимарочник, а не крупная монета, серебряная, красивый Вильгельм. Он тоже в продаже, собственно. Так, потом у нас еще тут полтинник 22 года, АГшный. Как бы его отца не достать только теперь. Полтинник 22 года, АГ. Редкий полтинник, редкий полтинник очень, ну, я думаю, кто-то дознает, кто меня смотрит. У него очень сильная патина, но под патиной, я сейчас не покажу, я засниму отдельное видео, под патиной у него остатки шнемпельного блеска есть. Вот. Хороший очень полтинник. Покажу вам вот так. 1922 год. АГ. Так, чтобы никто не сомневался, покажу Гурт. АГ. Вот. Если вам интересно, можете так же мне написать. Так, и еще у нас тут вот такой Отто. Пятимарочник тоже. Он тоже с остатками блеска. Красивый. Причем, кстати, тут вот такая полоса идет на многих, там, на Баварии, на Германии. О, кстати, у него даже блеск тут на лице есть. Ну, вот эти вот два пятимарочника больше для коллекционеров. Это вот свидетельство, что из банковской бумаги он был у них у всех такие вот, скажем, отпечатки. Пять марок. Красивый пятимарочник. Подождите, а стоп, это не у нас не Вотто же, это у нас Вильгельм, по-моему, тоже. Только, да, это Вильгельм второй, почему, собственно, вот уже более, круглая такая голова. Это Вильгельм второй. Пятимарочник. Да, я вижу прям блеск у него есть. В общем, отдельное видео надо будет записать. Более подробным обзором монет. Но вы, в принципе, если сейчас вот увидели какие-то, и заинтересовались какими-то монетами, вы мне дайте знать просто. Мы вам их предложим. И последняя монета у нас сегодня. Тут даже вот так, в Японии. Сейчас, секунду. Как бы ее открыть так, чтобы не повредить? Я у нас встречаю такую упаковку. Как интересно сделано, да? Смотрите. Как мне только теперь оттуда ее достать. Да, интересная упаковка. Надо взять на вооружение. Так, вот тут у нас надо осторожно. Очень красивая монета. Столкро. Она очень яркая. У меня есть более, ну, как бы получше видео от продавца. С острым кантом вообще. Прям монета вообще в люксе. Если также заинтересован в покупке, можно мне написать. И она будет ваша. Собственно, вот такая вот распаковка. Сейчас я еще посмотрю. Ладно, укрону надо сразу убрать, чтобы, потому что они действительно в очень хорошем состоянии. Такая распаковка. Сейчас я посмотрю еще значок и все, и дальше поеду на почту. Потому что сегодня надо еще отправить посылки монет, которые пришли, которые уже проданы. Вот, поэтому давайте я вам так поближе сделаю, чтобы было видно. Вот тут разные монеты. Вот сегодня пришло очень много. Наверное, немного, но достаточно. Достаточно количество монет. Вот. Так что, если вы что-то, в чем-то заинтересованы, можете мне написать, кроме вот этих двух морганов, они уже проданы. Все остальное в продаже есть. Если заинтересованы, пишите. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал, на магазин наш в Телеграме, на аукцион наш в Телеграме. Там регулярно проходят интересные торги. Вот. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok